Добрый день, уважаемые товарищи. Поздравляю вас с наступающим юбилеем победы Советского Народного Вегетичной Войне. Здесь товарищи уже отметили, что победа была принадлежа именно Советского Народа под руководством Коммунистической Партии ВГПП. Коррескоп уже объявлялся, что победа была получена от Советского Народного Вегетичной Войны. И это часть была led by Коммунистической Партии Вегетичной Войны. Погибла боя за освобождение Советского Союза от фашизма и страны группы. Более 4 миллионов коммунистов и 5 миллионов коммунистов. Время, что 3 миллионов коммунистов и 5 миллионов юных коммунистов. Погибла боя за свобождение Совета Коммунистической Партии. То есть, можно сказать, что коммунисты, победа была длина именно прогнозов коммунистов. Георган, факт, что революция в Европе, революция в Европе, была также проведена коммунистами. Мы можем сказать, мы можем conclude, что победа против фашизма была получена коммунистами. К сожалению, мы сегодня снова столкнулись тем, что снова боимся о фашизме. Мы все помним, когда был Советский Союз, но не было Б-вой, был мир на всей земле. Мы все помним, что Советский Союз пришел на смену Союзного капитализма. Именно капитализм переименен фашизмом всегда. Когда Советская Союз была выполнена, мы могли бы увидеть рядов с фашизмом. Поэтому бороться нужно не только с фашизмом, а нужно бороться с самим, так сказать, родителем капитализма. Мы должны бороться не только против фашизма, но и против своего генерального капитализма. Буквально на днях 4-6 мая, по инцидиве нашей партии, в Луганской Народной Республике и в Мариоте-Догенске, Ростовской области, было предоставлено совещание, международное совещание коммунистических обучих платных. В этом совещании приняло 15 коммунистических обучих партий бывших Советского Союза и Европы. 15 коммунистических обучих партий бывших Советского Союза и Европы. Цель этого совещания было посвящено как раз 70-летию победы Советского народа и борьбе с современной борьбой против фашизма в Луганской и Ленинской Республике. Мы уверены, что сегодняшний форум также поможет в общей борьбе против фашизма. Коммунисты, уехав сегодня в Афине, другие города в Европе понесут эту информацию о борьбе народа Луганской и Донецкой Народной Республике именно с фашизмом. Мы верим, что коммунисты, которые вернутся в их страны, будут продолжать продолжать против фашизм. По крайней мере, товарищи многие убедились в том, побывав сейчас же с ополченцами, с теми, кто воюет, увидели, что эти люди воюют за социалистскую власть. Мы надеемся, что товарищи, которые сегодня на этот форум, также расскажут себя сторонами, вот ту борьбу, которую проводят сегодня здесь. И мы надеемся, что все, кто взяли в этом форуме, расскажут о борьбе, о борьбе, о борьбе, о борьбе, о борьбе, о борьбе. Также мы надеемся, что вместе с коммунистами, мы решили до встречи, что мы будем оказывать конкретную помощь, а мы уже оказываем с прошлого года коммунистам Донбасса. И кроме материальной, моральной, политической, идеологической и так далее, мы оказываем наших товарищей по борьбе. И товарищи грандиоциальные коммунисты также будут оказывать эту помощь. И надеемся, что сегодня товарищи приехали сюда, также будут оказывать своих товарищей в своих странах, и также будут оказывать конкретную помощь, реальную помощь в борьбе коммунистов и народу Донбасса. Мы также решили, что коммунисты будут дать все типы поддержки коммунистов в Донбассе и народу Донбасса. И я предлагаю, что когда вы вернулись к вашим странам, вы также решили, чтобы организовать поддержку и помощь, все типы поддержки для людей и коммунистов Донбасса. Мы желаем всем участникам совещания, также чтобы они активно работали вместе с товарищами, а наши товарищи луганцам и товарищам Донецкой республики народной желаем настоящей победы, а мы сделаем все, чтобы эта победа обладала. Мы желаем вам успеха в поддержке этой борьбы, и мы желаем успеха для людей в их борьбе, и мы все уверены, что победа будет нашим. Спасибо. Спасибо. Сейчас поступает Игорь Камиль из социалистической партии Италии. Сегодня, в 2015 году, после того, как Европа была наполнена монументами, которые знаменовали победу над нацистами, сейчас видится, что современная цивилизация взяла в радикус и снова оказывается в лабора коричневой чем мы. В нашей стране, в Италии, у нас есть глубокое испытание, над нацистами, над нацистами, над нацистами, над нацистами. В Италии мы видим, несмотря на долгие истории про фашизм, как, в современной жизни уже, фашистская опасность через действия Атлантического факта, через действия НАТО, снова вызывает жизни хаос, беспорядок, ведущий к установлению фашистских режимов в Европе. Ли abbiamo качати, ли abbiamo scovati casa per casa, ли abbiamo fucilati e infine li abbiamo interdetti dalla società civile. Ma la storia ci insegna che il semplice del tempo continua a mordersi la goda e che il ciclo della storia eterna continua a generare il fango razzista. La storia ci insegna, che 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 la storia ci insegna, сперва свой голос, а затем поднял оружие для того, чтобы запротивляться фашизмам. Натто смогло пробудить неонацизм, вооружить его, посадить его в кабинеты власти в Киеве, но однако партизанские борцы Донбасса стараются снова побороть его, для того, чтобы снова принести свободу и справедливость в Восточную Европу. С керними виталий и упирая в кабинаторе, эти комбаттерки, а на шейху, оттраверсу спонтанной бригады, и сонливаться для комбаттеров и нашей нацисты. Множество рабочих, шахтеров и представителей других специальностей избрали антифашистский путь, собрались в спонтанные соединения и бригады для того, чтобы поднять свою борьбу против нацистской угрозы. По нам, в кадре socialistas, мы, но и более. Как мы, в каждой логике, в Киеве, в Киеве и в Киеве, в Киеве и в Баттаглоне, и в Киеве и в Киеве и в Киеве, и в Киеве и в Киеве и в Киеве, из того, что мы наблюдаем сейчас, мы делаем выводы, как социалистическая партия Италии, что в борьбе Донбасса есть не только борьба народа, европейского народа за свободу, которая выразилась в формировании антифашистских батальонов, но также мы видим, что над многими позициями Донбасса, над позициями ополченцев подняты красные знамена, и это показывает нам, что сопротивление наших товарищей на Донбассе не только будет, не только приведет к победе над нацизмом, но также приведет к лучшему будущему и формированию нового общества, в этом регионе. Мы не смыли по правилам отпор между фронтами и рептентентами и индивидуальными субб externами, но и длину мировичные факторы в том, что обладают на новые отношения, в том, что есть распространение и населения системы. Мы не видим сейчас опасности какого-либо этнического асп insights или же чего-либо такого, в чем обвиняет киевский режим ополченцев Донбасса. Но мы видим то, что необходимость на фоне разворачивающейся на Донбассе борьбы все-таки в том, что необходимость нового общества в том, чтобы утверждены были принципиально другие ценности противоположной капитализма. Мы видим, что есть оптимистическое развитие во всем процессе, который мы наблюдали здесь, для того, чтобы люди осознали необходимость нового общества. Мы собираемся приложить свои усилия для формирования новой политики, в том числе новой политики Европы, и таким образом поддержки народа Донбасса. Видео и слушая эти конкуренты, мы итальянцы не можем не вернуть на память и аркады для народа, в том числе новой войне, которые создавали первые паттали популярные антифасчисты в истории Европы, которые считаются на улице и 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 на улице. Наблюдая за ситуацией, которая развивается на Донбассе, наши итальянские друзья вспоминают те дни, когда сформировал Итальянский народный фронт, и особенно ветераны Второй мировой войны вспоминают, как в Италии также происходила борьба с фашизмом, формировались антифашистские батальоны, которые повлияли на всю историю Европы в дальнейшем, и все это происходило под знаменами социализма. Социалистические трудящиеся Донбассы и социалистические ополченцы Донбасса напоминают нам в тех дниках, когда в Италии также было широкое борьба со социализм и также революционные профсоюзы, такие как профсоюз Донбасса. А также наши товарищи, которые здесь идут борьбу на Донбассе, напоминают нам о тех итальянских партизанах, например, бригада гарибольдийцев, которые также сложили свои жизни в Италии в борьбе с нацистами и фашистами, и все это происходило под лозунгами Коммунистической партии Италии. А также мы видим, как это привело к тому, что социализм стал мощно развиваться в Европе. Италии. 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 Италия. Италия. понижение активности, но в период всплеска и повышение своей активности. И сейчас мы видим, что социализм во всем мире в целом развивается по восходящей линии, и поэтому мы говорим, что также восстание Донбасса включено в общем мировой социалистический прогресс. Мы, итальянская социалистическая партия, всегда будем с вами, дорогие наши друзья на Донбассе, для того чтобы поддержать вас, и мы, кстати, уважаем очень ваши знамя и ваши идеи, для того чтобы снова и снова укрепить ваши силы, потому что это все напоминает нам дни партизанской борьбы в Италии, и таким образом мы с вами находимся в одном строю. Донбасса! Донбасса! Бусякова любовь и сейвайдерского госпитчика. С Днем Великой Победы над Фашизмом! Майкан Apu generation with a Great Day for the Red Vinter our FASISM in 1945. В этом году, в 2015, в Через 70 лет после той победы мы не можем проиграть. И в этом году, в 2015, после 70 лет этого победы, мы не сможем потерять. В этой связи, форум, который проходит сегодня, а я приветствую всех участников международного антифашистского форума, с этим историческим событием проведением этого форума сегодня в Луганске. Я приветствую всех участников с историческим инвентом этого антифашистского форума в Луганске. Я хочу немножечко вернуться в историю и напомнить нам всем, что такое фашизм. Я хочу вернуться в историю и напомнить всем, что такое фашизм. Родился он в Италии, продолжил существование в Германии. Но особое значение имел в Украине. Но сейчас он родился в Украине. Это звери, которых боялись сами фашисты. Украинские фашисты – это звери, которых боялись китлеровцам. И, к сожалению, 70 лет назад победы над украинским фашизмом окончательной победы не было. Согласно приговору Нюрнбергского трибунала, Организацию украинских националистов – преступных Фашистская идеология была запрещена на всеумерие. Запрет фашистской идеологии на протяжении длительного времени был во всех резолюциях Организации Объединенных Наций. Но в 1945 году украинских нацистов пригрели Соединенные Штаты Америки. Все 70 лет их там кормили, поели, щедро финансировали и готовили к возрождению здесь. Все эти 70 лет Украинские националисты украинских националистов Украинских националистов, чтобы отправить их обратно сюда, в Украину, чтобы восстановить этот фашизм снова. Я не буду останавливаться на причинах передачи. Но съезд антифашистов в Новороссии состоится к присутствующим в зале делегатам девяти стран, десяти стран, к журналистам. Я обращаюсь с призывом посетить третий антифашистский съезд, который состоится в городе Донецке, 14 мая, регистрация в 10 часов в ДК «Юдности». И я приглашаю всех представленных делегатов Интернационного форума, чтобы посетить третий антифашистский съезд, который состоится в Донецке, на 14 мая. Еще раз, 14 мая ДК «Док культуры ЮНЕС» в городе Донецке. Международный съезд, на котором будут присутствовать Интернационного форума, который состоится в Донецке, представители Франции, Федеративной Республики Германия и Германия. Россия, Сербия, Армения, Украина. И очень хочется видеть представителей Греции, Беларуси, Кольца. И всех участников Международного форума, который проходит сегодня. Хочу сказать о том, что у нас здесь приглашены… Представители Народного ополчения Донецкой Народной Республики, из различных стран мира, сегодня на стороне антифашистов Новороссии. Сейчас, между антифашистами Новороссии, мы имеем оружие военнослужащие военнослужащие, и немцы, антифашисты, и итальянцы, и даже представители антифашистского движения со всеми Соединенных Штатов Америки. Антифашисты, из Соединенных Штатов Америки. Но сегодня в Донецке идут бои, но сейчас Донецк обстреливает Донецк. Но свет будет проходить именно там, на передовых боевых позициях. Но мы будем держать наш конгресс именно там. Мы будем держать наш конгресс не далеко от бутылки. Очень прошу стать соорганизатором съездов и become the co-organizer of this congress our friends communists of the Lugansk area и лично Максим Ачаленко и лично Максим Ачаленко. Я уезжаю 10 мая. И приглашаю поехать вместе с Аркутчиком. И приглашаю поехать вместе с Аркутчиком. И приглашаю вас выразить огромную благодарность. Я хочу выразить огромную благодарность. my great gratitude российской коммунистической рабочей партии которая уже прислала поздравления в адрес третьего международного съезд антифашистского я знаю, что многие из вас уезжают. Я знаю, что многие из вас уезжают. Но если у вас есть хотя бы маленькая возможность остаться до съезда к Wozniak я прошу вас, товарищи антифашисты, использовать эту возможность. Я прошу вас, товарищи антифашисты, использовать эту возможность. и стать делегатом нашего съезда и стать делегатом нашего съезда. И я благодарю за внимание. Спасибо большое. И как говорил Эрнест Чикевара, на победу всегда! И, как координатор, один из организаторов тренировок, вынесу на голосование эти документы в поддержку на нашем съезде, а также выйду с инициативой деликатного съезда. Также я буду сказать, что инициатива для деликатуры Конгресса для создания международного антифашистского комитета, куда приглашаю всем участникам этого проекта. Спасибо! 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова